У этой главной магистрали Макеевки появится аналог. В городе вырастут новые дома и лесные массивы. Однако все это станет возможным лишь тогда, когда городом будет разработан и принят свой генеральный план. Вот такие проходят улицы и дороги. Кроме горизонтальных направляющих основных трасс, есть и те дороги, которые будут в вертикальном направлении соединены. В кабинете у главного архитектора Макеевки Валерия Сидорчука опорный план города занимает целый стол. В нем все то, что в Макеевке уже есть, на его основе и думают, что можно развивать дальше. Генплан требует строгого научного подхода, ведь чтобы построить дом или предприятие, нужно учесть и расположение санитарных зон, и уже готовых коммуникаций, и подъездных путей, и даже проходят ли под землей шахтные выработки. Поэтому и для будущего дома, и для предприятия будет свое, строго отведенное место. Разрабатывают генплан ученые Донецких и Киевских институтов. Материал этого опорного плана мы специалистами своего управления сейчас просматриваем, чтобы внести все изменения, которые произошли, все те участки, которые были выделены, все те объекты, которые почему-то там не попали пока в материалы опорного плана. Вот это мы все делаем, довносим и будем передавать институту, наверное, уже в ближайшее время, для продолжения всех этих работ. В том числе передаем им материалы свежайшей аэрофотосъемки, которую город сделал. В конце 2009-го, начале 2010-го, когда генплан Макеевки будет разработан, его представят горожанам, как это сделали в Донецке. И на общественных слушаниях каждый сможет внести свои коррективы. Макеевчане тему перспективы города обсуждать готовы. Хотелось бы видеть, чтобы на окраинах города была чистота, порядок. Чтобы вообще началось строительство, не только в частных секторах, всем нам известных таких богатых домов и микрорайонов, но именно жилого строительства. Все будущие изменения в городе планируются в пределах официальных границ, которые по плану менять не собираются. На последней сессии горсовета было решено выделить более миллиона гривен ученым на завершение разработки генплана. Свойство любого кризиса, не раз говорил, он начинается, когда-то заканчивается. У нас должен быть готов генплан, поскольку это есть основа привлечения любого инвестора на территорию нашего города. Последний генплан в Макеевке был принят в 70-е годы прошлого века. Он полностью отвечал системе пятилеток и плановому хозяйству. Новый план города начали разрабатывать еще в 90-е, но не завершили из-за нехватки денег. Теперь деньги выделены и у Макеевки будет свой план развития. Осталось в ближайшие 20 лет его реализовать. Елена Шулюпова, Владимир Ребриков, Панорама.